Павел Андреевич Башенин решил в 1909 году уже начать строительство капитальной каменной дачи. По внешнему слою штукатурки создана вот такая имитация легкого деревянного дощатого покрытия. Так что кажется дача деревянная. На самом деле это очень прочное капитальное здание. Это каменное здание в стиле модерн было построено больше ста лет назад в густом хвойном лесу на окраине Сарапула. Дача сарапульского купца Башенина, который всю свою жизнь занимался лесной промышленностью, уже давно считается визитной карточкой города. Сейчас это художественно-выставочный комплекс. В этой комнате краеведы хранят весь архивный материал о Башенине. Вот его семья, а вот собственно и его дом. Когда-то в дореволюционное время этот купеческий особняк был украшением не только Сарапула, всего прикамья. Сейчас исторический комплекс, полуразрушенное здание. В этом доме до 1910 года жил сарапульский купец Павел Башенин. После его смерти в годы Первой мировой здесь располагался комитет Красного Креста. Потом был дворец труда и детская городская больница. И вот уже на протяжении 30 лет памятник культурного наследия в Сарапуле пустует. Историческое здание уникально по своей архитектуре. Здесь соединились модные в эпоху модерна стили. Нео-барокко, нео-готико и нео-славянский стиль. Здание, вероятно, достраивалось, надстраивалось. И уже к 1904 году только приобрело вот этот вид дома с эркерами и оригинальной крышей, напоминающей зубцами корону. Отсюда и получилось название в народе «Царь-дом». Особняк – памятник архитектуры регионального значения. Уже несколько лет царапульские власти ищут на него покупателя. Денег на масштабную реконструкцию у города нет. И вот 22 апреля торги состоялись. Дом Башенина с прилегающим земельным участком ушел за 4 миллиона 462 тысячи 800 рублей. Почти на миллион дешевле стартовой цены. Кто стал новым собственником, районные чиновники не озвучивают. Договор купли-продажи еще не подписан. Даже интервью строго по бумажке и только официальная формулировка. На покупателя переходят все обязательства по сохранению объекта культурного наследия, по заключению охранного обязательства, в котором будут предусмотрены мероприятия, такие как разработка проекта, реставрация, содержание, текущий ремонт. Только по самым скромным подсчетам реставрация дома Башенина обойдется примерно в 8 миллионов рублей. Но это уже не забота города, а собственника. А республиканские власти обязаны проследить за сохранением исторического памятника. Все работы и перепланировки только по согласованию с Министерством культуры. Так, за неисполнение условий уже был расторгнут договор с одним из прошлых собственников.